привет дорогие друзья ильин владимир прокатящих рук она болевшим не не про политику не про продажи не про что значит у нас с вами есть очень важная тема с которой обращаются с вопросом с таким обращаются к нам очень много людей водномоторников причем опытных водномоторников даже порой и спрашивают как правильно подобрать прицеп под лодку под свои условия какие есть критерии на что обратить внимание как отрегулировать какое количество семей необходимо на прицепе иметь какую систему там слепования выбрать какие аксессуары под этот прицеп полезны или не полезны ну и в общем то а нужны ли мне вообще категории егб так называемые права для того чтобы таскать прицеп и вот собравшись с мыслями написав целый небольшой список вопросов в пол сценарий назовем это так я попытаюсь сегодня ответить сразу скажу что видео скорее всего будет минуты так под 35-40 меньше не получится потому что вопрос большой но и после него после просмотра этого видео я думаю я очень надеюсь что в принципе 99 процентов вопросов у вас отпадут если они останутся во первых вы можете задать их в комментариях под этим видео во вторых можно зайти в наш телеграм-канал в телеграм-чат телеграм-чат 7 футов ссылочками оставим под этим видео ну и здесь сейчас разместим и плюс в наш форум прокатись .ru форум . прокатись .ru в поисковой строке любого браузера самое главное что мы на этом форуме я надеюсь к тому моменту как вы будете смотреть это видео разместим уже так называемый сборник вопросов и ответов с возможностью комментариев и там будет затронута тема связанные как раз с прицепами и итак давайте начинать давайте начинать поехали жалко что у нас нет спонсоров кончилась монетизация и вообще все очень жалко но от этого только веселее становится когда разговариваешь сам собой уже просто первый признак сумасшествия ну ладно производитель прицепов что существует на момент 2023 года не все но базовый значит достаточно известный мощный производитель у нас это компания мзаца московский завод специальных автомобилей или что такое компания трейлер питерская компания лав прибалтийская компания респа с представительством в гатчине и ленинградская область есть прицепы спутник есть прицепы крепыш очень много всевозможных прицепов но нас интересует именно лодочная тематика лодочные прицепы и что самое главное наверное больше всех известная компания все-таки мзаца и я бы построил это видео по примеру на примере производить скажем производимой продукции именно компания мзаца давайте с ними разбираться поподробнее все маркировки прицепов которые я буду называть и показывать на картинках либо кусочки видео вставлять мы обязательно но это будет связано скорее всего с мзаца либо что-то буду проговаривать обязательно и подписывать значит завод мзаца это не реклама никто не заплатил завод мзаца производит большое количество прицепов у них есть короткие длинные широкие роликовые с ложементами есть прицепы которые идут с тормозными осями 1 2 3 причем недавно буквально заказал новый прицеп под нашу лодку вот же 600 коп под наш пресс-парк лодку и там пришла новая система крепления ложементов вот в телеграм-канале опять же показывал сегодня поступили прицепы мзаца кратенький обзорчик категорийного прицепа вот он стоит внизу идем сноса значит ручки стали резинные алта здесь стоит перемычка здесь стоит ручка можно было поднимать но есть он когда опустить колесо то есть вот эту часть деться вот сюда вот надо понимать дальше у нас теперь вместо интегрированной балки вот этой балка вот такая вот вот с такими кообразными профилями вот так вот это все выглядит покрупнее вот так вот теперь можно регулировать вот там она соединяется кстати под башмаки сделали место под башмаки куда можно их класть с двух сторон посмотрим как это будет у нас на практике работать дальше у нас сзади на лыжементах сделали вот эти вот качельки такие вот качельки и спереди и сзади чтобы более-менее развесовка была у них есть регулировка также у нас есть теперь стандарте подножка середине как было так и осталось корни тоже подножка задние тоже лыжементы сделано вот так вот фонарики аллилуйя наконец-то фонарики такие пошли ну а здесь почему-то старые ну и крепление тоже старых но в целом слушать тебя нарядные какие-то стали прицепчики прямо интересненькие о здесь поднос как и забыл про меня за сову части ну я думаю что это очень интересно что самое главное я знаю что даже завод им за со иногда делает алюминиевые прицепы по спецзаказу такие пробные версии но тем не менее трейлер очень неплохо скаканул в последние годы тоже перри обулся начал делать качественные вещи прицепы love это скажем так модель еще вектор у них есть питерские прицепы роликовые в основном очень классно очень нарядная и наверное еще рекомендовал глянуть на прицепы респе кто их там может себе позволить почему позволить потому что прицепы импортные стоит довольно дорого и ценник просто получается какой-то там сумасшедший у респа это только роликовые прицепы причем они собаку съели на роликах и на базе некоторых моделей я буду рассказывать как правильно подбирать роликовый прицеп под свою лодку до абсолютно спокойно до абсолютно много людей возит и пластиковой алюминиевой лодки на роликовых прицепах значит по поводу качества ну понятно качество периодически гуляет что им за со что у лавы у трейлера у всех причем качество гуляет как с оцинковкой так с комплектующими прошлый год довольно сложный был с параллельными импортами с поставкой комплектующих поэтому мы все равно все это дело переживем и получим себе более или менее качественный продукт с чего начинать вообще с чего начинать подбор прицепа себе не с поиска какого-то топового производителя или там еще кого-то да самое главное понять сколько будет весить ваша лодка это очень важный вопрос который должен у вас крутиться в голове причем периодически некоторые производители занижают вес своей продукции в угоду тому чтобы можно было перевозить эту лодку на том или ином прицепе к примеру фактически она весит там 600 килограмм а производитель говорит о том что она весит 450 сделано это для того чтобы вот эти лишние там 150 килограмм у вас осталось когда вы к лодке добавляете мотор и проблем с инспекторами государственной инспекции безопасность дорожного движения не возникало объясню все эти хитрости конечно же по ходу нашего ролика но тем не менее вы должны это понимать самое главное еще раз повторюсь необходимо сложить все те цифры которые вы получаете то бишь это лодка это мотор добавляете 2 так на либо 4 так не добавляете туда комплектующий которые вы установили на вашей лодке значит добавляется туда оборудование которое вы установили эхолот и лодочные носовые электромоторы якоря и прочее и тогда вы понимаете что к примеру если мы возьмем какую-нибудь лодку в виде там 46 лодки которые весят там 320 килограмм 330 килограмм возможно по паспорту с одной стороны вроде все здорово и вес лодки да значит добавляем туда мотор который весят 110 добавляем носовой мотор который весит 20 это уже 460 добавляем туда пару аккумуляторов которые будут весить там 130 килограмм второй килограмм еще тоже 30 это уже 500 добавляем туда еще вещи какие-то которые будут установлены на лодке халат это получаем где-то провода в конце концов мы получаем примерно 550 килограмм вместо 330 самое главное что люди которые выезжают на отдых с этой лодкой да даже порой на рыбалку там если не это не однодневная так называемая московская рыбалка хотя бы там с палаткой или с какими-то вещами там на турбазу вы поехали то вы еще накидаете там чемоданы канистры с бензином канистры с маслом палатки какие-то вещи сумки и все это еще может добавить лихо лихо просто килограмм 100 или 150 что делать в данном случае во первых не паниковать значит почему объясню чуть позже когда буду рассказывать про нагрузку на осях называемым значит во вторых все-таки еще раз говорю если вы часто будете мотаться к примеру в астраханскую область либо вы мотаетесь там 100 километров либо вы мотаетесь на полторы там две с половиной тысячи километров здесь надо подходить с умом здесь надо понимать энерговооруженности вашего автомобиля тормоза вообще на какой машине все это возить и об этом мы коснемся чуть позже тоже начата и соответственно надо понимать какой все-таки прицеп какой грузоподъемности выбирать себе прицеп у нас есть так называемых выбор то не очень большой то есть у нас есть прицепы которые грузоподъемностью 750 килограмм до 750 килограмм до 750 килограмм а есть прицепы которые дальше и вот этот рамка 749-750 килограмм она как раз начинает нам играть очень злую шутку с нами то есть если мы берем прицеп грузоподъемности больше чем 750 килограмм нам нужно так называемая категория егбэ который мы коснемся прямо сейчас вот а если меньше 750 килограмм ну в принципе это нормально самое главное чтобы вы помнили о том что я сказал чуть чуть раньше то что к вашей лодке легко добавляется к весу вашего комплекта легко добавляется еще минимум процентов 20 или 30 поэтому лучше всего покупать прицепы с запасом с запасом по нагрузке грузоподъемности возможно в какой-то определенный смысл есть перейти на тормозные на прицепы с тормозными осями тормозной системы так называемая это если у вас долгие мощные поездки с каким-то там большим большой загрузкой и так называемые там даже плохие дороги так вот давайте коснемся теперь для чего мне нужна категория егбэ никогда мне переходить на эту категорию у меня есть право категории егбэ они у меня давно тем самым позволяет возить лодки очень тяжелые скажем весом больше там тонны либо там тонну 300 и прочее для чего я это сделал себе именно да у меня есть несколько лодок легкие лодки у меня возятся на прицепе до 750 килограмм грузоподъемностью тяжелые лодки и одна из них ездит на таком же прицепе 750 килограмм объясню как это делается вот тяжелая лодка например возер 600 коп уже перевозится на прицепе грузоподъемностью тонны 800 сама лодка весит тонну 50 плюс я посчитал там мотор 200 плюс вес загрузки и прочее я так прикинул что примерно последний раз когда катался что в астрахань что еще куда-нибудь я вез примерно тонну 600 у себя на фаркопе автомобиля и вот если прицеп имеет и вся система прицепа и рама и тормозные оси и сами по себе оси резино-жгутовые амортизаторы рессоры имеют определенный запас ну понимаете это только плюс это только нам в плюс то что у вас техника не используется там на сто тридцать процентов а используется к примеру там на 8 это безопасность первую очередь так вот для того чтобы возить такие большущие тяжелые прицепы необходимо иметь так называем категорию егбэ самый простой вариант посчитать нужна она вам или нет это если у вас есть прицеп грузоподъемностью больше чем 750 килограмм то есть не говоря выбираете себе прицеп то вам эта категория нужна будет обязательно значит для того чтобы не пересказывать не спорить не читать разъяснения начальника гибдд я оставлю под этим видео обязательно вот здесь внизу ссылочку на сайт на котором будет статья посвященная и целая табличка так называемый блок схема по которой очень легко разобраться а блок схему мы сейчас вот здесь вставим по которой очень легко разобраться как нужна ли вам категория егбэ и с каким прицепом и какой массой суммарной массы автопоезда вы будете ездить я думаю что здесь все будет понятно еще раз повторюсь категории егбэ бояться не надо если у вас большая мощная лодка вы планируете ее себе купить и возить и не попадать на штраф стоянку рекомендую сделать пройти обучение сделать себе права категории автомобильные права категории егбэ так называемые это наверное из такого вот основного то есть мы посчитали с вами вес вашей лодки вашего комплекта поняли что прицеп нам нужен вот такой вот что категория у нас возможно егбэ либо обычная категория и вот к ним к этому ко всему мы сейчас будем подходить и уже выбирать прицеп те опции на прицепе которые нам скажем так будет будут помогать жить обеспечивать нашу безопасность дорожном движении все это будет касаться в основном даже людей которые катаются с прицепами до 750 килограмм грузоподъемностью ну и частично я думаю что интересно будет людям которые выбираются более мощные прицепы самое главное помните следующее что обмануть систему можно ту систему в которой мы живем а вот обмануть себя уже это проблематично и это никогда вы себя не обманете и надо прекрасно понимать какая загрузка в вашем прицепе будет все таки не все готовы получать себе категорию егбэ не все готовы отучиться заново там на права сдать все это ну скажем так это геморрой на позовем это приобрели это геморрой на поэтому есть определенные хитрости которые идут в первую очередь производителя прицепов на заводе если мы с вами будем рассматривать модель прицепа мзаца 8177g 1g по-моему до серии 021 то есть это одноосный прицеп с грузоподъемностью 750 килограмм значит размер лодки которым мы можем возить чуть ли там не пять с половиной метров ну предположим да вот такой прицеп наберем и смотрим на него сам по себе мы с вами в документах увидим следующую штуку что в стресске на прице будет написано что максимальный вес перевозимого скажем так катера он будет составлять всего 550 килограмм почему-то потому что из максимальной максимальной грузоподъемности прицепа 750 мы вычитаем собственный вес прицепа там килограмм 200 и зависимости от того какое количество осей там и так далее тому подобное остается тот вес на который мы можем рассчитывать этот вес на который будут обращать внимание сотрудники гибдд то бишь 550 килограмм предположим цифра сейчас будут условный но вам чтобы понять и зацепиться так вот вот в эти 550 килограмм мы должны по классике свои уместиться что самое интересное ось установлены на этом прицепе имеет большую разрешающую способность грузоподъемность ось предназначена до тонны 300 тонна 300 даже если сам по себе прицеп весит примерно 200 килограмм а ось выдерживать тонну 300 в пределах своих это не подтверждены это нормальные данные завод даже так писал в письмах так называемых комментариях то остается что мы можем на этом прицепе возить как минимум тонну тонну груза мы можем перевозить чем нам это грозит вместо 550 килограмм тонна груза здесь возникает два вопроса а что если меня сотрудники гибдд взвесят на посту ну такие случаи очень редки да не бывает тут скорее всего кто-то имеет право взвешивать кто-то не имеет кстати напишите в комментариях как вы решали такие случаи ну понятно что не надо писать что я тут дал какую-то монету сотруднику неизвестно какому и поехал дальше нет конечно просто если вас остановили пытаются вас взвесить с прицепа на котором установлена лодка как вы выходили из этой ситуации напишите я думаю что многим будет интересно и в принципе но это полезно так вот завод делают возможность перевозки тонн но 750 килограмм ограничивается для того чтобы покупались эти прицепы очень часто еще раз говорю категории егб получить довольно сложно гиморно сложно долго не каждый на это способен еще минусу категории егб так называемые прицепы вообще категории егб то что к примеру если вы устали если вы едете вдвоем с женой на автомобиле в астрахань у жены есть к примеру права вы устали тащить там эту лодку отдаете руль жене а у жены возможности категории егб нет вас останавливает сотрудник вы передали руль человеку не имеющим права управления данным автопоездом вопрос вот так поэтому категории егб еще раз повторюсь она удобна но при определенных обстоятельствах в нашем случае мы будем сейчас оперировать с вами все-таки прицепами до 750 килограмм так вот на прицепах которые написано 750 килограмм не на всех но вот и за со например они эту ось компании там алка да она у них рассчитана на тонну 300 и поэтому вычитая собственный вес прицепа остается что примерно тонну мы можем возить у нас были такие прецеденты также компания за сам выпускает например двухосный прицеп mzsa 8177 g 023 модификация который тоже длинный большой но уже идет двухосный так вот там каждая ось идет на тонну то бишь даже прицеп указан весом там разрешенной массой 750 килограмм каждая ось держит по тонне то есть суммарно вы можете на этом прицепе перевозить ну вот по чесноку где-то килограмм там полторы тысячи килограмм то есть полторы тонны я на таком прицепе вожу свою волжанку x7 честно у меня я ее взвешил не взвешивал я считал теоретически хочу и взвесить двадцать третьем году у меня получилось что моя лодка x7 весит примерно тонну 300 с прицепом катаясь очень далеко очень много в какой-то год намотал 20 тысяч километров какой-то 15 какой-то 10 тысяч очень много обслуживаю его хорошо про это тоже расскажу чуть позже что с ним случилось ну а ролик конечно когда мне лопнули лопнули рессоры вы все видели можно будет посмотреть и вот здесь вот мы его закрепим обязательно в правом верхнем углу но суть дела не меняет я на нем увожу и мне он очень нравится потому что эта лодка используется у нас компании как тестовая как общая лодка и любой человек даже не имеющий категории гб на имеющий фаркоп автомобиль может ее цепануть в нашей компании до взять ее взять документы и поехать на воду там к примеру что-то либо там изучать это удобно это здорово это практичным еще раз повторюсь не у всех есть категория як бы не каждый готов там ее получать так вот двухосный прицеп он конечно поднимает значительно больше возникает часто вопрос а можно ли к одноосному прицепу добавить вторую ось и вообще что это даст да можно добавить вторую ось вы просто к тому прицепу покупаете на основном прицеп покупаете вторую оси катаетесь с повышенной возможностью загрузить еще что-нибудь что дает одноосный прицеп какие плюсы у одноосного прицепа во первых эта цена он дешевле чем двухосный во вторых он легче идет немножко на дороге значит в третьих он очень легко крутится на месте на одном месте одним человеком он очень легко поворачивается то бишь с ним разворачиваемость в различных там узких местах там или еще где-то на площадках в одного человека значительно проще нежели чем с двухосным прицепом что дает двухосный прицеп плюсы какие во первых безопасность на дороге если вы пробили одно колесо то как минимум на трех колесах у вас ну прицеп гарантированно куда-то может доехать и это есть плюс дает некую уверенность повышенную грузоподъемность плюс ко всему определенный момент связаны с проходимостью даже потому что площадь петля контакта на двухосном прицепе выше и вы в заболоченной местности ну скажем так в на мягком слипе на двухосном прицепе легче и безопаснее сбросить лодку нежели чем на одноосном прицепе вязнет он меньше это надо учитывать но минусы опять же эта цена вес хуже разворачивается на месте ну и иногда попадается такой эффект когда двухосный прицеп на двух своих осях начинает подбрасывать зад автомобиля с этим можно бороться но тем не менее он начинает вступать в некий резонанс из-за того что одна ось нагружена чуть больше вторая чуть меньше нагружена из-за этого вступает в резонанс вся система ну и немножко бывает такое что начинает вот так вот раскачивать и фаркоп автомобилей и зад автомобиля начинает немножечко подбрасывать не хороший эффект но тем не менее с ним можно бороться скажем так правильно отрегулировав оси чуть позже и проект расскажу вот исходя из силуэтова вы способны сами выбрать опять же вопросов очень много с одна оси ли две оси да то есть как бы можно выбрать себе одну ось либо дверь прослушайте еще раз для тех кто пропустил или не внимательно слушал я считаю довольно емко я катаюсь и на двухосном прицепе и на одноосном прицепе на очень разных количествах поэтому могу судить в принципе поведение этих прицепов в общем то нормально самое главное что к любому прицепу надо иметь что правильно запасное колесо для тех кто смотрел мой ролик про рессоры про поломанные рессоры которые про которые я рассказывал который мы еще оставим под этим видео обратили внимание что на прицепе я катался почти два года вес лодки я сказал это примерно тонна 200 там тонна 300 с которым мы катались и за этот период времени мои рессоры на прицепе мза лопнули да так бывает дороги разные пару раз в год это рыбинка псковская область астрахань саратов там еще что-то такое то есть ну катаемся колесим там везде да значит через два года я увидел что в рессоры лопнуло а самое главное что рессоры просели я обратил внимание что реально рессоры под этим весом просели что сделаю я взял и поменял рессоры поэтому для тех у кого будет желание увеличить грузоподъемность прицепа или просели рессоры завод им за со абсолютно спокойно либо через нас дилеров компаниям за со либо на заводе вы можете заказать себе рессоры они есть 57 листов есть девять листов это очень грузовые но тем не менее вместе с этими рессорами надо ну придется поменять еще есть тримина так называемая но все это опять же показывал в ролике повторять не буду короче рессоры можно поменять тем самым увеличить грузоподъемность и в рамках одного прицепа можно сделать себе такое чудо и чудо чудное диво диваная который будет возить там не за этого танк например да но здесь надо еще учитывать конечно же и прочность самой по себе конструкции ложементов и конечно же ну скажем так сцепку про которые буду рассказывать позже довольно много вопросов у нас у людей возникает по поводу что выбрать ложементы или ролики ложементы это у нас такие деревянные палки на которые ложится лодка ролики это роликовая система ну давайте наверное начнем мы рассказывать про ролики на роликовых прицепах возятся абсолютно любые лодки пластиковые abs лодки стеклопластиковые алюминиевые лодки там пнд лодки какие хотите когда у людей возникают вопросы связанные с тем что а у меня треснула лодка я возил у на роликовом прицепе ну я вам скажу так что 99 процентов людей это люди которые совершают ошибку они не понимают как правильно перевозить и вообще что такое роликовые прицепы как он должен работать значит вот компаний за сай делают роликовый прицеп мне не очень нравится я считаю что это неправильная схемы вообще в принципе расположении роликов а компании либо респа либо laff делает роликовый прицеп они очень классные они очень крутые Luego как должен выглядеть вообще ролик вы прицепте для лодки катера там моторной лодке во-первых должно быть центральные ролики килемые так называемые ролики. Самая крепкая часть у лодки это у нас киль, килевая часть. Соответственно, этой килевой части он должен ложиться на эти килевые ролики, которые как раз на картинке представлены и идут вот по центру. Материал у этих роликов может быть разный. Он может быть как из резины, которые идут для лодок стеклопластиковых, либо там ЭБС, так и из полиуретана. Полиуретан для алюминиевых лодок, он не разрезается, он более твердый и выдерживает большие нагрузки. Все боковые ролики, которые у вас присутствуют на прицепе, это являются ролики поддержки. То бишь, лодка заезжает на килевые ролики, боковые ролики ее просто поддерживают, чтобы она не качалась влево-вправо. Если нарушена эта система и лодка просто лежит на боковых роликах, во-первых, боковые ролики начнут механизм сминаться, либо деформироваться, во-вторых, у вас начнет деформироваться сам по себе днищевой лист, что не очень правильно и вообще неправильно. Поэтому учтите вот эти вещи. Скажу так, что очень большие лодки перевозятся на роликовых прицепах и в этом нет абсолютно никаких проблем. Вплоть там 8-9-10 метров возятся на роликовых прицепах. Еще раз повторюсь, проблем нет никаких. Бояться роликовых прицепов не надо. А вот что выбрать чуть-чуть попозже. Ложементы. Ложементы у нас делаются из дерева. Дерево приобретает, когда на него ложится лодка, приобретает, скажем, анатомическую структуру, повторяет обводы лодки, держится очень хорошо. Если дерево опять же таки будет жестким или металлический лист вместо дерева и не будет повторять обвод днищеток, то корпус может банально повредиться любой лодке, алюминиевой или пластиковой, какой хотите. Лодка должна лежать полностью на ложементе. Максимально не на реданах, а на ложементе. И соответственно не быть на трех точках. Я знаю, что у того же Александра Журавлёва разломалась лодка, его салют, по причине того, что корма лодки лежала на роликах. Система была от компании «Вертикаль», так вот на этих кормовых роликах, закатных так называемых роликах, лодка не должна лежать. Если у вас такое происходит, то вам нужно либо сдвинуть носовой упор приемного устройства вперед, чтобы лодка сошла с этих роликов, либо убрать данную систему, и ролики должны также опускаться. У компании «Вертикаль» была такая штука, была такая проблема. То есть, данная система была для легких лодок, так называемых четыре с половиной метра, но ее поставили на тяжелую лодку, на длинную лодку и тем самым получили определенные проблемы. Да, есть конструкторские проблемы у лодок «Салют», были, точнее говоря, сейчас они их доустраняли, все сделали нормально. Но еще раз повторюсь, здесь проблема именно перевозчика. Когда люди не погружаются глубоко в вопрос, как правильно перевозить, и не изучают его, ну такая проблема существует. Например, лодки АБС Терхи очень классные, очень удобные, они тоже ломались на роликах. Люди говорили, ну вот роликовый прицеп плохой. Нет, он не плохой. Просто вы не понимаете, как правильно это перевозить, как лодка должна правильно держаться, что ее нужно там правильно крепить к прицепу, что нужно возить на келевых роликах. Вот это, как бы, момент людьми упускается. Что же выбрать? Что же выбрать? Ролики либо ложемент, какие плюсы, какие минусы? У ложемента, опять же, более дешевая конструкция. Ложементы сидят в центр тяжести чуть ниже, но ролики позволяют скинуть лодку на мелководье. Да, существует система из липования Практик Про, компания Лафетте, Вертикаль, есть компании разные, которые делают там склизы и прочее. Но на мелководье с роликами намного проще, в любом случае, чем с ложементами. По ложементу вы, получается, будете спихивать эту лодку, по роликам эта лодка будет скатываться. Я рекомендую тех, кто уже понял дзен, поймал дзен, у кого больная спина или еще что-то, ставить все-таки систему ложементов, с роликами. Можете ставить механическую, можете ставить гидравлическую, абсолютно, какая вам нравится, по цене там или как-то еще. Можете хоть там электрогидравлическую поставить, чтобы там с лебедочкой сами поднимались, опускались. И такие системы у компании Практик Про есть. В принципе, мы это все продаем, опять же. Но я думаю, что сейчас суть не про рекламу определенных вещей, а про некие ништяки, которые позволяют нам с вами получить больше комфорта на рыбалке. И эта штука позволяет как раз именно это сделать. Значит, по поводу регулировки ложементов и роликов, я тоже все рассказал, эту систему объяснил. Вы можете выбрать, еще раз повторюсь, любой прицеп, который вам будет удобен. И еще раз напомню, мне не очень нравится роликовый прицеп от компании МЗСА. Я считаю, что эта компания неправильно делает роликовые прицепы. Вот это именно система. И они не работают. Так, как должны, в моем понимании, должны быть. Теперь давайте с вами коснемся очень важного вопроса. Нагрузка на шарно-сцепное устройство. Что это такое? Значит, это та часть, которая соединяется, подсоединяет прицеп к самому автомобилю. Сцепная головка. Значит, у нас есть три параметра. Первый параметр. Вертикальная нагрузка на фаркоп автомобиля. Второй параметр. Это максимальная допустимая нагрузка на сцепную головку. Маркировка идет буква С на сцепной головке. И третья маркировка. Это рекомендация производителя на табличке лодочного прицепа, какая нагрузка должна быть на шаре фаркопа. Если все это сложить, все понятно. 40-45-50 килограмм. Это классика. Вроде как бы все должно быть нормально. Как получить этот вес? Первое. Это сдвиг самой по себе лодки на прицепе относительно фаркопа. Вторая возможность. Это сдвиг осей. Тех прицепов, в которых есть возможность сдвинуть оси. Мы сдвигаем ось ближе либо дальше от машины. Тем самым у нас регулируется нагрузка на фаркопе. Мы это в нашей компании обязательно делаем. И подбираем нагрузку нужную под ту или иную лодку. Лодка может быть разная. Причем оси можно сдвигать даже на прицепах, которые идут с тормозными осями. Они тоже двигаются у компании МЗСА. Там есть тросики, которые регулируются. Все это можно отрегулировать. Все будет, как это говорится, чин-чинарем. Если у вас нет возможности получить вес 50 килограмм. Если у вас цепная головка позволяет до 100 килограмм, я, например, вожу с весом на цепной головке порядка 70-80 килограмм. То есть на фаркопе. Мой фаркоп позволяет иметь вертикальную нагрузку ажно в 350 килограмм. У меня клевый фаркоп, оригинальный немецкий. Я могу на нем возить кроссовый мотоцикл. Такие фаркопы существуют. Но в основном бытовые фаркопы это 150 килограмм вертикальной нагрузки. В принципе, пожалуйста, не вопрос. Самое главное, еще раз повторюсь, отрегулировать, чтобы ваша машина не качала. Ролик, на котором указано, как правильно регулировать нагрузку. И что вообще, в принципе, происходит с прицепом автомобиля и с автомобилем при торможениях. Мы разместим ссылочку на этот ролик также под этим видео. Посмотрите его обязательно. Это полезно. Отпадет масса вопросов, как правильно отрегулировать. Для того, чтобы проблем на дороге вас не размотало. И вы не увидели, когда едете вперед, хвост своего прицепа. Следующий вопрос. Давайте с вами коснемся ступицы подшипников. Это уже, наверное, я бы сказал, не очень относящийся к подбору. Но очень важный, опять же, момент, связанный вообще с прицепом. Почему нам следует проверять техническое состояние подшипников? Ну, потому что они банально разваливаются в дороге. Они перегреваются и они разваливаются в дороге. Для того, чтобы этого не было, чтобы вы ночью где-нибудь в дождь, либо в снег не остались на обочине дороги с развалившимся, отвалившимся колесом, улетевшим куда-нибудь там на обочину, либо там в лес. Делается это следующим. Раз в год, как минимум, проверяются все подшипники ступичные. Вывешивается колесо и просто оно крутится. Тем самым слушайте шумы. Если шумы есть, подшипник под замену даже не думайте. Подшипники мы также рассказывали в видео, которое мы разместим под этим, по ссылочке. Какие мы подшипники ставим. Можно поставить оригинальные подшипники Alka. Можно поставить подшипники от автомобилей VAS. Разные абсолютно. Можно китайские поставить. Они просто ходят не очень долго. Но если за ними следить, то в принципе никаких проблем абсолютно в этом нет. В дорогу с собой, если вы в дальнюю дорогу катаетесь, то же самое, там тысяч километров, лучше вывозить с собой либо подшипник, либо ступицу целиком. Проще это все сделать. Список подшипников, подходящих или не подходящих, мы разместим на нашем форуме. Форум.прокатист.ру Там будет ссылочка на страничку, список подшипников для самых, ну скажем так, современных прицепов. Мы постараемся ее дополнять вашими данными, если у вас есть они, рады их принять будем. И дополнять табличку, потому что это поможет абсолютно всем. Вот. Значит, вообще почему ржавеют подшипники? Из-за того, что мы приезжаем к водоему, скидываем лодку в воду по ступице. Даже вода заходит, мы даже по ступице автомобилем порой скидываем, в зависимости от пологого съезда или от крутого съезда. Вот. И вода попадает между сальником и самим корпусом подшипника, вымывает смазку. Если это все делать технически, то подшипники будут служить очень долго. Часто, чем чаще вы скидываете лодку на воду, тем чаще придется проверять сами себе подшипники. Это безгеморройная езда, ночная езда, спокойная езда, чтобы у вас колеса не отваливались. Ну и вообще, в целом, прицеп необходимо проверять технически довольно часто. Все-таки, еще раз повторюсь, это штука, которая катается по дорогам общего назначения, участник дорожного движения. Все болты, гайки и прочее необходимо проверять. Сцепную головку, опорное устройство, стяжные ремни, болты колесные, которые иногда вытягиваются, сделаны из какой-то сыромятины. Ложементы крепления, потому что потерять можно все что угодно на дороге. Еще раз повторюсь, идет вибрация, есть проблемы, и эти проблемы необходимо решать. Следующий вопрос, который бы хотелось коснуться, это система освещения прицепа. Что выбрать, светодиоды и галогенки? Да, знаю, очень много у меня друзей, знакомых, которые катаются с галогенками, лампами накаливания. С ними в целом все проблем, проблем нет никаких. Но я стараюсь ставить, лично я стараюсь ставить на наши прицепы, все-таки на личные прицепы, светодиодные огни. Почему я это делаю? Я катаюсь довольно-таки далеко, довольно часто, и я не задумываюсь, в какую я еду погоду и в какое я еду время суток. В какое время суток я передвигаюсь. Светодиодные огни работают очень ярко, по ним видно габариты. По ним они как габаритные огни, как обрамляющий, в принципе, прицеп габарита работают. Это очень хорошо. На самом деле, по поводу светодиодной оптики. В последний день перед выездом парни в сервис говорят, блин, Глайн Александрович, а что ты без светодиодов? Я говорю, точно, надо ставить. Светодиоды отлично, просто-напросто видны в темноте. Поменял задние фонарики, поставили фристом и поставили габаритные огни, которые видны очень хорошо. В плохую погоду, в хорошую погоду, ночью, днем и прочим. В плохую погоду, в туман или еще в морозь, лампы накаливания очень плохо видно. С этим даже нечего спорить. Я несколько раз уже сделал для себя замеры, чисто визуально, когда останавливается на заправку или на желтую остановку. Что вот ок, я смотрю светодиоды, ребята, лучше видно действительно. Плюс ко всему светодиоды могут работать в воде. Они не перегреваются, они не горят, влагозащищенность у них хорошая. Опять же, мы из своего опыта ставим лампы фристом. Неплохие лампы, имеется ввиду светодиодные фары. Хорошие фары, я считаю. Мы их устанавливаем, и они работают отменно. Бывает брак у всех, бывает. Если к вопросу о том, что у меня сломался фристом, конечно бывает, у меня тоже сломался. Тем не менее, все починили, один из ста. Так бывает, ребята. Поэтому, относительно освещения прицепа, я рекомендую ставить всем светодиоды и клеммы обязательно смазывать токопроводящей смазкой. Ну и вообще следить за тем, чтобы у вас фары, скажем так, нормально и лампы все горели и работали. Давайте коснемся следующего. Значит, система слепования. Для комфорта скидывания лодок на воду, я уже рассказал, что существует система слепования от компании Practic Pro, Lafette, которые позволяют либо вытащить ролики, на роликах уже лодку скатить практически в воду. И так же закатить на роликах, потому что это намного удобнее, нежели чем преодолевать вот эту силу трения между ложементом и корпусом лодки. Но для тех, у кого нет возможности, например, поставить такую довольно дорогую систему, есть возможность прицеп загонять, например, поглубже. А если у вас машинка маленькая, что делать? Ну, есть вариант, например, удлинить дышло. Есть вариант взять просто чуть длиннее прицеп. Тем самым вы будете ближе к воде скатывать лодку, а машина будет меньше всего заезжать в воду. И тем самым вы не будете буксовать, не будете засаживаться, вам не надо будет бегать с лопатой. И ваша лодка, она абсолютно спокойно будет скатываться в воду. Конечно, системы слепования работают лучше, я понимаю, что они дороже. И самое главное, они увеличивают общий вес прицепа. И про это тоже не надо забывать. Часто вопрос возникает, а у меня транец. Вот я выбрал лодку, выбрал прицеп, то есть это 10-е, и у меня транец висит относительно ложементов, либо относительно роликов. Что мне делать? Транец лодки выходит за габариты так называемого прицепа. Я хочу сказать следующее. Если у вас лодка крепкая, хорошая, нормальная, мотор не висит запредельный и сварена нормально транец, то никаких проблем в этом нет. Еще раз повторюсь, возьмите в пример прицепы, которые построены на роликах. На роликах эти прицепы, все транцы, как правило, висят в воздухе. Да, есть системы, которые позволяют ногу подпереть с помощью так называемого амортизатора для перевозки лодочных моторов. Но, с другой стороны, все равно транец, можно и мотор закинуть, но все равно транец висит в воздухе. Ничего не происходит, если транец хорош. Если у вас транец слабый, плюс мотор, например, с перевесом поболтается или еще что-то такое, ну, возможно, деформация транца, конечно же, безусловно. Либо надо прицеп подлиннее взять, либо следить за транцем, потому что у него те же самые там кницы могут начать трескаться, либо там в каких-то местах сварки вот этого транца или там в пластик может начать так же трескаться гелькоут. И вообще, в принципе, вся конструкция может трескаться. Особенно, если мы с вами будем передвигаться по очень плохим российским дорогам. Поэтому бояться этого не стоит. На это надо всегда обращать внимание, смотреть это все. Если есть возможность, поменяйте. Если у вас лодка слабая довольно, поменяйте себе прицеп на более длинный. И тогда вам будет от этого только легче. Ну и подпирайте ногу мотора так называемым упором в раму прицепа. По поводу аксессуаров для прицепов. Их большущее множество. Есть трапы, есть качельки заезжные, есть направляющие. Трапы нам позволяют, что делать? Трап сверху прицепа стоит. Мы с вами не бегаем по скользкому бетонному слипу. Либо не опускаемся в песок. Либо не ползаем там наполовину в дырах в воде в самом по себе. И по трапу более комфортно поднять, либо принять лодку, либо скинуть эту же лодку в воду. Качели закатные нам позволяют, опять же, на мелководье, чтобы у нас форштевень, либо киль лодки, миддель лодки не бился о металлическую раму. То есть, закатные ролики, вот эти вот, они там играют. И лодка заезжает по этим роликам намного проще, удобнее, комфортнее. Либо просто закатной ролик, так называемый. Ну, а направляющие, понятное дело, мы их уже продаем очень давно. Они у нас одни из самых лучших. Они позволяют на течении заехать лодки прямо сразу же практически в гаражик. Чётко по направляющим встают прямо вот в своё стойло, ваша лодка встаёт. При навальном ветре, при ветер, который там боковой ветер, при сильном течении лодка заезжает в ворота, встаёт, и вы выезжаете абсолютно спокойно. Вы знаете, наверное, это основные все моменты. Единственное, что я бы хотел ещё, наверное, коснуться сейчас автомобиля, на котором это возите и с чем это чревато. Ну, для тех, кто уже устал это слушать, вот всё-таки по автомобилю смотрите сами. Значит, что такое автомобиль? И вообще, для чего нужно понимать, какой нужен автомобиль? Если вы взяли очень тяжёлую лодку, комфортную лодку, прогулочную лодку, вы понимаете, что у вас там переднеприводный кроссовер, ну, вы должны понимать, что вам надо выбирать как минимум и берег, и систему слепования. Ну, это, опять же, мы с вами выбрали. Вот что-то делать с машиной. Ну, предположим, у нас есть машина, которая возит, ну, почему бы там не Феникс 510-й. Всё это здорово. Вы должны понимать, сколько весит эта лодка, и что может мотор в вашей автомобиле. А самое главное, как он будет тормозить. Во-первых, обгон. Когда вы выбираете, ну, когда вы выезжаете на обгон, вы должны понимать, что вы должны нажать на газ, и ваша машина, как минимум, должна это всё тянуть. Обгоняя какого-нибудь там чумазика, там, на КамАЗе, или ещё на чём-нибудь. Вот. Вам надо это обогнать. Ваш мотор может банально не справиться, наверное, с нагрузкой, с такой, либо это будет происходить очень долго, что чревато. Во-вторых, тормоза. Когда вы идёте на большой скорости, пытаетесь затормозить, ну, ваш прицеп большой, тяжёлый, он будет, без тормозной системы, он будет как раз вас подталкивать вперёд, удлиняя ваш тормозной путь. Здесь надо включать очень здорово голову, серое вещество активировать, для того, чтобы понимать, что вы можете к кому-нибудь там приехать. Это частая ситуация. Когда у вас прицеп категория ЕКБ, с тормозными системами, тормозом наката, прицеп подтормаживает, и, конечно же, тормозной путь сокращается. Это очень правильно. Вот. Поэтому я бы дал, наверное, рекомендации правильного подбора автомобиля к прицепу, к лодке. Периодически возникают проблемы, что у вас есть небольшая машина, вы покупаете хорошую лодку, и вам придётся меняться автомобиль. Да, так бывает. К этому надо относиться спокойно, просто на что-то пересесть, если ради вот этой лодки, красивой, белоснежной, или там в вашем классном дизайне, вам придётся поменять автомобиль. Скоростной режим – это уже ваше право соблюдать, не соблюдать. Катайтесь там, как вам удобно. Но помните, ещё раз повторюсь, на предмет тормозных систем вашего автомобиля, что они будут сильно нагружены. И помните о том, что на динамик обгон, она очень здорово изменяется при наличии того или иного в прицепе груза. Ну, наверное, всё. Ещё раз повторюсь, заходите в наш телеграм-канал прокатись.ру, в наш телеграм-чат, на наш форум прокатись, опять же, форум.прокатись.ру. Вот. Задавайте вопросы. Я думаю, что я ответил на все очень важные моменты, вопросы, связанные с правильным выбором или подбором прицепа. Если у вас остались, пишите комментарии. Под этим видео обязательно ответим, обязательно разберёмся. Извиняюсь, что так долго, но материал реально большой. И, наверное, за 15 минут действительно его не разобрать. Это вот как-то без лишней воды, без лишних каких-то слов. Всё по существу. И всё благодаря своему 22-24-летнему опыту владения лодки, мотора, машины, прицепа. Катался давно, катался часто. Не бойтесь абсолютно никаких прицепов. Не бойтесь категории ЕКБ. Имейте в виду все нюансы, про которые рассказал выше. С вами был Ильинов Владимир. Компания Прокатись.ру. Нажимайте на лайк. Нажимайте на уведомления, чтобы получать новые видео, которые выходят на наших каналах. Ну и подписывайтесь везде и всюду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok